Поддерживали и приветствуем сегодня недавнее подписание вашей страной соглашения о зоне свободной торговли с Евразийским экономическим союзом. Беларусь для Сербии искренний друг в этом экономическом союзе. В то же время мы с уважением относимся к стремлению вашей страны вступить в Европейский союз и желаем вам достойно пройти этот путь. Дай Бог, чтобы у вас получилось то, чего вы хотите. Что касается нашего сотрудничества в рамках ЕС-ЕАЭС, если вам будут выдвинуты ультиматумы, это, конечно, вам решать. Но я уверен, что этот вопрос в любой стране, окажись она на месте Сербии, решался бы только одним путем. Вы умные, талантливые люди. Вы сможете все взвесить. И если вам будет выгодно при ультиматуме сотрудничать с Европейским союзом, вы будете сотрудничать с ними. Если вам окажется выгоднее иметь дело с Евразийским экономическим союзом, вы будете сотрудничать с Евразийским экономическим союзом. Но, увы, у вас, как и у нас, участь лететь на двух крыльях. У вас никуда от этого не деться. Должны быть хорошие отношения, прежде всего, с вашими соседями. А кто не стремится выстроить отношения с Европейским Союзом? Россия? Китай? Беларусь? Да нет. Мы все хотим с ними иметь хорошее отношение. Мы вас понимаем, в какой вы ситуации находитесь. И у вас, по-моему, по 70% товарооборот с Европейским Союзом. И на сегодняшний день вряд ли кто-то заменит вам в этом плане Европейский Союз. Быстро диверсифицировать внешнюю торговлю не получится. Поэтому в этом бурном мире надо быть шустрым, быстрым, ориентироваться для того, чтобы хоть как-то поддерживать, для того, чтобы выжить в борьбе этих гигантов. Поэтому мы нормально относимся к той ситуации, что Сербия сегодня работает и с Европейским Союзом, и с Евразийским Экономическим Союзом. Не торопитесь. Немножко потерпите, и Сербия будет процветающей страной. Я в этом убежден. Только старайтесь больше не переворачивать страну. На улицах счастье не делается. Слушайте всех, но живите своим умом. К сожалению, в нашем тесном, бешеном мире с такими темпами друзей очень мало, а может быть и нет. Поэтому надо жить своим умом, слушая всех и действовать исходя из собственных интересов.